сделали около 4000 отверстий кто должен начинать работы сначала если у вас в проекте много светодиодных лент и что мы сделали это сделано для того чтобы в данном случае мы использовали вот этот короб сделан для того чтобы в санузле мы используем застройщик сдавал квартиру с полностью готовым ремонтом вывезли 18 контейнеров мусора дизайнер находится на удаленке в европе заказчик сказал никакого газобетона никакой штукатурки я расскажу какие решения были применены на этой квартире всем привет сегодня покажу необычный объект площадью 123 квадратных метра и уникальным его делает несколько вещей первое застройщик сдавал квартиру с полностью готовым ремонтом даже стояла кухонная мебель мы полностью делали демонтаж вывезли 18 контейнеров мусора второе дизайнер находится на удаленке в европе весь контроль идет удаленно 3 заказчик сказал никакого газобетона никакой штукатурки только гипсокартон сейчас квартира находится на стадии чернового ремонта сейчас пройдемся по всем интересным моментам и я расскажу какие решения были применены на этой квартире давайте начнем с потолка а именно с электрики вы знаете наш подход коллектор монтажу и здесь мы отступили от наших правил по пожеланию нашего заказчика вот смотрите мы все привыкли к стандартному к электрическому щиту но когда хочется что-то поинтереснее хочется чтобы это все было не видно вот такое решение это обычный люк под покраску размером 600 на 600 миллиметров открываем его пожалуйста электрический щиток те же автоматы те же узорки все то же самое только без наружной крышки далее вы знаете что электрику мы прокладываем по потолку серый пвх гофре так как здесь была борьба за каждый не то что сантиметр за каждый миллиметр нам пришлось прокладывать кабель без гофры очень важно отметить что на кабеле мы не экономим это ввг нг лс костовский производитель concord это нам позволило то что мы используем кабель без гофры сэкономить от 1 до полутора сантиметров зависимости от места вот вы можете видеть что здесь у нас потолок из гипсокартона и кабель прям вплотную подходит к профилю вы знаете что кабель мы крепим при помощи клипс дкс но в данном случае мы использовали дюбель хомут и по всей квартире мы сделали около 4000 отверстий один кабель мы прокладывали две недели это площадь квартиры напомню 123 квадратных метров мы все привыкли к стандартным круглым подрозетникам у них есть разная толщина там 45 миллиметров и есть еще глубокие подрозетники но на этом объекте мы еще использовали вот такие вот квадратные немецкие подрозетники напишите пожалуйста в комментариях для чего это было сделано я знаю нас смотрит прошаренная аудитория поэтому скорее всего что вы дадите правильный ответ электрики и вентиляционщики постоянно спорят кто должен начинать работы сначала отвечаю сначала идет прокладка кабелей потом идет монтаж вентиляции но при этом электрики должны проложить свой кабель так чтобы не мешать вентиляционщикам если вы сначала сделаете вентиляцию а потом будете прокладывать кабеля то представьте как кабеля тянуть через вот этот вот пучок труб и при этом чтобы это все выглядело хорошо еще при этом было надежно это практически невозможно еще один важный момент если у вас в проекте много светодиодных лент на этапе проектирования отведите место куда вы спрячете все трансформаторы вот в данном случае здесь будет шкаф и здесь будет находиться вся слабо . прятать их за карнизы в под потолочное пространство это уже прошлый век вот это современное правильное решение на этапе проектирования создания дизайн-проекта позаботьтесь об этом пару слов про отопление вот вы можете видеть коллекторный шкаф он без крышки аналогичная ситуация как с электрическим щитом здесь будет люк под покраску батареи приедут через четыре месяца общий срок поставки их 8 месяцев сказалось пандемия но при этом работать нужно и что мы сделали мы проложили трубы оставили вот такие вот длинные хлысты порядка двух метров подачи и обратка и так с каждым местом где планируется батарея после того как они приедут мы уже отштрабимся выведем трубы куда нужно и соответственно смонтируем и подключим трубы отопления теперь пару слов про потолок вы часто спрашиваете насколько максимально опускается потолок из гипсокартона вот в данном случае мы старались максимально сохранить высоту вы можете видеть что идет кабель он порядка там сантиметр толщиной идет профиль толщиной 3 сантиметра и потом будет гипс толщиной сантиметр то есть получается 5 сантиметров плюс есть небольшая неровность плиты перекрытия в один сантиметр и получается что 5 сантиметров потолка и нивелирование сантиметра неровной плиты в итоге дает толщину потолка 6 сантиметров это самый минимум на которой опускается потолок из гипсокартона вот такой минимальный опуск у нас с вами в гостиной но в зоне кухни уже опуск потолка порядка 25 сантиметров это сделано для того чтобы разместить всю вентиляционную систему основное оборудование у нас находится с вами в ванне и здесь опуск потолка еще больше но для ванны это не критично поэтому пожалуйста все оборудование устанавливаете здесь здесь будут два люка под покраску для того чтобы можно было обслуживать эту вентиляционную установку сейчас мы с вами пройдем дальше по квартире уже часть потолка зашита я вам сейчас покажу как она выглядит уже в завершенном варианте вот также здесь еще виден каркас видно вентиляцию а вот в этих комнатах уже потолок зашит вот этот короб сделан для того чтобы под ним прошла вентиляция и вот здесь вот у нас в этом месте при . мы ее заклеили чтобы пыль туда не летела и вот это синий акустический гипсокартон гипрок он тяжелее чем обычный гипсокартон за счет его повышенной плотности здесь тоже уже стены и потолок зашит акустическими гипсокартоном и вот проходим в спальню тоже можете видеть здесь короб по которому идет вентиляция еще для дополнительного эффекта мы зашивали короб зипс панелями и сверху был слой акустического гипсокартона то есть очень сложный узел был вот здесь вот то есть мы здесь вловили сантиметр чтобы это было красиво чтобы здесь встал в шкаф поместился откос то есть вот этот узел у нас занял порядка неделю мы три дня думали как его сделать правильно плюс еще нам не давала высота потолка ширина короба казалось бы что здесь сложного но тем не менее вот неделю занял вот этот вот угол у нас пару слов скажу про стяжку обычно мы делаем как шумонет и сверху уже сетка и заливаем по маякам песка бетона в данном случае мы использовали шумонет потом уложили пленку далее минеральная вата толщиной 5 сантиметров еще одна пленка сверху далее уже сетка и заливали стяжку по маякам то есть нам пирог пола позволял сделать дополнительную шумоизоляцию в 5 сантиметров и вот в таком варианте шумоизоляция пола она максимальная толщину стяжки мы выдерживали где-то порядка шести сантиметров это важно потому что от этой толщины уже сама стяжка является как шумоизоляционный слой если будет тоньше то это будет намного хуже вот этот участок в коридоре мы залили совсем недавно три дня назад и после того как вы залили стяжку вытащили маяки работа на этом не останавливается мы с вами обязательно должны в течение семи дней проливать водой и укрывать пленкой чтобы не было трещин и песка бетон набирал свою марочную прочность сейчас вам расскажу про пирог стены это у нас профиль стоечный 100 на 50 в нем два слоя минеральной ваты толщиной 5 сантиметров в местах дверных проемов мы усилили деревом для того чтобы можно было монтировать дверную коробку далее у нас идет слой гвл толщиной 10 миллиметров и слой акустического гипсокартона гипрок толщиной 12 половиной миллиметров для шумоизоляции мы используем вот такой вот материал шумонет и к он у нас в стенах в два слоя и на потолке мы тоже использовали этот материал это оптимальный по цене качеству так что рекомендуем к использованию размеры у него 1250 на 600 и на 50 миллиметров то есть у нас стена профиль до шириной 100 миллиметров мы его укладываем в два слоя еще про стяжку в местах соприкосновения стены и стяжки мы используем специальный вибро акустический герметик вибросил проходимся по всему периметру по каждому помещению чтобы стяжка не контактировала со стенами одно из пожеланий нашего заказчика это кухонная мойка перед окном что мы сделали мы заменили окно нарастили подоконник на 25 сантиметров вот здесь вот вы можете видеть стандартная высота которая была а здесь вот увеличенная и пожалуйста у вас столешница будет прямо подходить к оконной раме очень классное решение я знаю что многие так хотят поэтому если у вас есть возможность обязательно так делаете если вам нужно сделать деформационный шов то для этого можете использовать классический шумонет 100 там комби или гидро для того чтобы разделить два разных участка стяжки и вибрация не будет передаваться с одного участка на другой в комнате заказчика мы объединили лоджию и комнату отопительный прибор не выносили на лоджию там нас будет электрический пол сделали полную теплоизоляцию пола стен потолка заменили остекление здесь уже стоит теплый профиль и зимой здесь будет тепло также все стены сделаны из акустического гипсокартона потолок аналогично с максимальной шумоизоляции в санузле мы используем за место гвл это аква панель от производителя кнауф это хорошее решение для влажных помещений поэтому если у вас стоит задача выполнить стены из легко возводимых конструкций то пожалуйста аква панель это правильное решение для влажных помещений что очень важно для потолка из гипсокартона любые подвесные конструкции это вот длинный подвес либо классический подвес прикреплять к потолку только при помощи анкер клина 90 процентов строителей используют обычный классический дюбель гвоздь который со временем вылезает и потолок провисает поэтому только анкер клин еще очень важный момент для потолка из гипсокартона мы выпустим отдельное видео как правильно делать потолки вот этот профиль 60 на 27 зачастую крепят к этому направляющему профилю 27 на 28 вот здесь вот закручивают саморезы и делают конструкцию жесткую а сам потолок должен быть плавающим свободно дышать и этот профиль 60 на 27 не должен доходить до направляющего профиля где-то порядка сантиметров то есть условно туда можно засунуть палец и там будет свободное расстояние когда у вас потолок двигается он не распирается и не дает трещин это очень важное условие которую практически все стараются нарушить в гостиной мы используем классические подвесы от производителя knauf а уже в жилых комнатах там где важна шумоизоляция использовали дорогущие виброподвесы для того чтобы крепить потолочный профиль к потолку вот такие вот интересное решение мы применили на этом объекте площадью 123 квадратных метра все ваши вопросы оставляйте пожалуйста в комментариях я обязательно на них отвечу обязательно подписывайтесь ставьте лайки вы нам очень сильно помогаете спасибо что насмотрите всем пока